Арктик ТВ теперь в социальных сетях ВКонтакте и на Фейсбуке. Анонсы, фотографии, сюжеты и программы можно смотреть онлайн и оставлять комментарии. А также с помощью социальных сетей можно найти ведущих нашего телеканала, задать вопросы и предложить свои темы. Найти Арктик ТВ в интернете легко. ВКонтакте достаточно открыть поиск по сообществам и ввести название группы Арктик ТВ. Адрес страницы vk.com.artic.tv 51 На Фейсбуке ищите страницу Арктик ТВ. Ее адрес выглядит так. facebook.com.artic.tv Очень здорово, что мы наконец-то появились в сети официально, что появилась официальная группа Арктик ТВ, потому что часто люди находят нас, журналистов, как-то по своим каналам, пишут личные сообщения, обращаются. И понимаешь, что эти люди единицы, к которым находятся силы найти журналиста, обратиться к нему, а через официальную группу, наверное, писать сообщения, рассказать о своей беде будет гораздо проще. Ну и нам проще реагировать. На Фейсбуке можно оставить комментарий или отправить сообщения, которые оперативно получат в редакции. А ВКонтакте есть специальное обсуждение, где мы собираем темы и предложения. Одна из программ телеканала, которая строится на ваших историях, «Коммунальный детектив». С помощью социальных сетей принимайте участие в формировании рейтингов, личностей, событий и явлений для программы «Четвертая власть». В ВКонтакте и на Фейсбуке ведущие регулярно бросают клич, приглашая присоединиться к обсуждению зрителей нашего канала. Авторы еще одной программы – телемамы. В социальной сети ВКонтакте не новички, у них есть своя группа. Через нее мы находим героев, мамочки предлагают темы для программ, смотрят передачи, не у всех есть телеканал «Арктик ТВ», некоторым удобно посмотреть в социальных сетях программы. Для меня это в первую очередь какая-то обратная связь, получить какие-то отзывы о том, нравится, не нравится, и что люди хотят видеть еще. Анонсы программы «Телемамы» и записи уже готовых выпусков размещаются и в официальных группах «Арктик ТВ» ВКонтакте и на Фейсбуке. Особое место здесь занимает стихотворение о Великой Отечественной войне и подвигах наших солдат. Стихотворение рассказывают мурманчане, а с помощью социальных сетей мы приглашаем зрителей принять участие в проекте «Ко дню Победы». Все, что для этого надо – желание и выученный стих. Рассказать его можно каждый вторник и четверг в 12.00. В это время наша камера ждет желающих на крыльце гостиницы «Арктика». Ну, обычно привозят буквально через час после съемок уже видео готово к монтажу и, соответственно, я монтирую максимально оперативно ролики в среднем там минут по 20-полчаса на одно стихотворение и сразу отдаю на эфир, соответственно, уже параллельно сразу же этот ролик идет и в интернет, в группу. Кроме анонсов и готовых выпусков в социальных сетях можно найти и фотографии наших корреспондентов. Некоторые из них остаются за кадром, но увидите, познакомиться с теми, кто делает новости. Можно ВКонтакте и на Фейсбуке. Автор фотографии тоже корреспондент телеканала. Фотоаппарат из рук он не выпустил, так что его изображения в группе нет. Я все сделал хорошо, ну, как я считаю. Почему? Именно поэтому, наверное, меня там и нет. Вот, то есть, можно посмотреть на всю редакцию, кроме меня. Фотография, наверное, получилась лучше всего Александра Борисова, он там самый оригинальный. Вот, остальные, наверное, более-менее в типичных фотографических позах. Если интересно, заходите, смотрите. Заходите, смотрите, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ждем вас в группе ВКонтакте и на странице в сети Фейсбук. Фейсбук